Меня достало, что вы относитесь ко мне, как будто меня не существует. Вы обе делаете что и когда хотите, и я не жалуюсь. Что такого важного в сцене за столом? И почему режиссёры тратят время на что-то такое простое? На этом мы сегодня и сосредоточимся. Добро пожаловать на канал «Теперь вы видите это». Не перебивай меня. Сцены за столом – одни из самых сильных и обнажающих в фильме. Это больше, чем просто люди за едой. Это ещё общение. Общение – это когда люди делятся друг с другом за обеденным столом. Режиссёры показывают взаимоотношения между каждым из героев. Ладят они или нет? Я отвечу тебе, Эндрю. Ты думаешь, Карлтон пустяк? Поиграй с нами. Этих слов ты никогда не услышишь от Энафол. Но я думаю, тут происходит даже больше. Все знают, как обычно проходит обед. Все едят, обсуждают день, шутят. И это называется вечер. И когда в фильме что-то идёт не так, мы сразу это замечаем. Так как привыкли к определённому порядку вещей. Как для комедии... Так и для драмы. Думаешь, это смешно? Думаешь, мать твою, это смешно? Давайте посмотрим на сцену за столом в трёх плоскостях. Собственно, еда, конфликт и что-то неожиданное. Будь вы наёмный убийца или полубог, вы должны есть. И это делает вас человеком. Мне нравится это питьё. Знаю, классно, да? Показывая героев за едой, мы говорим, что они люди, как и мы. Это переносит на своих мир. Отождествляет нас с ними. Нам трудно узнать себя в краже бриллиантов или убийстве, но легко в споре за столом. Такие сцены заставляют нас опереживать героя. Тарантино использует сцены за столом в бешеных псах и в криминальном чтиве, чтобы перенести нас в мир фильма. Когда герои, которых мы только что видели обедающими и мирно беседующими, начинают палить в ресторане, это шокирует сильнее, так как мы только что видели, что они простые люди, которые едят так же, как и мы. Конфликт. Когда люди садятся вместе обедать, предполагается, что это будет мирное общение. Но это не всегда так. Сцены за столом – отличный способ показать конфликт. Когда кто-то уходит в гневе. Не уходи, ты всё ещё мой лучший друг. Боже. Бьёт посуду. Остаётся с носом. Не ты. Ты будешь мыть посуду один. Это говорит многое о героях, даже без слов. А мирная трапеза означает обратное. Неожиданность. И просто, знаете, просто... Обед не всегда проходит гладко. И в реальной жизни, и тем более в кино. И так как мы знаем, как может быть неловко, то ещё более весело, когда есть неожиданность. Я понятия не имела, что можно доить кошку. Доить можно любого, у кого есть соски. У меня есть соски, Грег. Подоешь меня? Или всё может быть гораздо более драматично. Отвали! Если перейти от привычной сцены за столом к чужому, врывающемуся из чьей-то груди, это отлично работает в ужастике. Просто обед может быть скучным. Режиссёр не будет терять время на сцену, где люди просто едят. И если бы это не показывало что-то более важное. Вот это мне и нравится в кино. Фильму ничего не надо вам говорить. Он не должен говорить, вот этот не ладит с тем. Или это такой же человек, как и в кино. Просто показывает это. Хей, Ричард. Добрый день. Давно не виделись. Когда фильм показывает вместо того, чтобы рассказывать, это делает его из хорошего великим. И сцена за столом может стать настоящим шоу. И ещё кое-что. С этого дня мы поменяем обеденную музыку. Потому что, честно говоря, и я думаю, я тут не одинок. Меня уже достало это дерьмо. Спасибо, что смотрите. Перевёл и озвучил Сергей Афонин. Перевёл и озвучился Сергей Афонин. Поехали. Продолжение следует...